Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях. Меня зовут Елена. И со мной моя помощница Сонечка. Сонечка, вам очень-очень рада. У нас очень-очень жарко, друзья. Просто вообще 32 градуса. Показывает у меня вот гидрометра висит. 32. На кухне, жарище. Ну, не только на кухне, во всем доме. Очень жарко. Поэтому мы сегодня приготовили вкусняшку. Вопреки всему, у нас сегодня, можно сказать, праздничный мулбанг. Вот такая, не знаю, хорошо ли видно вам, дорада. У нас рыбка получилась. Я запихала ее в духовке. Обязательно сниму видео. Вернее, сняла видео. Обязательно выложу это видео, как я готовила ту рыбку. Ничего сложного. Просто растительное масло. Кушай, доченька. Просто растительное масло. Я перемешала со специями для рыбки. Вот так прям бери и все. Потихоньку это. Не вилочки, даже руками можешь. И аккуратно косточки, доченька. Просто растительное масло. Смешала со специями. Соль немножечко. Все этой смесью покрыла рыбку и отправила в духовку. В духовку на 15 минут. Вот такая красота у нас получилась. Загорелая. Надеюсь, что вкусная. Также я сварила немножко риса. Прям вот буквально чуть-чуть. По 2 столовые ложечки нам Соня положила. И, естественно, ну куда же без овощей. Огурцы, помидоры. Присыпала солью. Надеюсь, будет очень вкусно. Все, кто кушает вместе с нами, друзья, всем-всем приятного аппетита. Давайте уже будем ужинать. У нас время уже после обедины. Точнее 5 часов почти что. То есть самое время отужинать. Также мы будем пить. Я водички взяла прохладную. Сонечке тоже прохладную водичку. Также я взяла, ну куда же без нашего любимого соуса. Взяла вот такой соус. Астория, не знаю, будем его кушать. Нет? Я думаю, что рыба и так очень вкусная. Всем приятного аппетита. Давайте кушать уже. Рис у меня с растительным, со сливочным маслом. Ммм, все вкусно. Ну и немножко я капнула соуса. Огурцы, помидоры. Я сказала, друзья, у нас небольшой юбилей сегодня с Сонечкой. Сегодня... Ну, мы отмечаем, так сказать, небольшой праздник. Для нас праздник. На ютюбе у нас чуть больше тысячи подписчиков стало, наконец-то. Для нас это событие. Мы долго шли к этому событию. Почти два года каналу. Даже больше уже двух лет. Я вела одна этот канал, начинала. Сейчас мы ведем этот канал вместе с Сонечкой, уже продолжаем. Вот. Канал потихонечку развивается. Ммм. Так что так. Какая же вкуснятия. Ммм. Кстати, хочу поблагодарить всех-всех наших подписчиков, которые присылают нам подарочки. Огромное спасибо вам. Как раз вот по желанию, так сказать, по просьбе одного из наших подписчиков, мы приготовили вот такой мукбанг именно с рыбкой. С Дорадо. Это наша любимая рыба. Конечно, нам попросили хоть либо с Дорадо, либо с красной рыбкой. Либо с Сибаса, да. Сибас был, он даже дешевле стоил. Красная рыба очень дорогая, но не очень хорошего качества была форелька. По две тысячи почти стоила килограмм. Мы не стали брать красную рыбку, потому что я ее очень люблю. Вы не упал меня в паузенчик? Ну, возьми, подними. Встань, подними сегодня. Ничего страшного. Красная рыбка очень дорогая, очень подорожала. Поэтому мы решили остановиться на свежей Дорадо. Как сказать, полакомиться. Очень вкусная рыба. Ну, и вот так совпало, что сегодня, можно сказать, решили вместе с вами отметить наш небольшой юбилей. Так что благодарное всем-всем подписчикам. Огромное вам спасибо. Вот такой небольшой сюрприз для нас, Сонечка. Мы давно хотели рыбки. Как раз и повод тем более есть. Так что большое, огромное вам спасибо за наш вкусный мукбанк. Рыбка вкусная, но у меня есть кости. Вы крайне аккуратно кушаете. Ну, давайте покармливаем. Кровородь, вкусная рыба. Вкуснейшая, доченька. Аккуратненько давайте покармливаем. Косочки есть, но немного. Давай, Сонечка. Прямо руками. Вы уж нас простите, идеальные. Давай. Кушай. Ручками бери аккуратненько. Потому что, хоть рыба и морская, ну, не есть кости. Хотя, не знаю, по-моему, морская Дорада, да? Косочки есть. Так вкусно, что, если честно, друзья, даже не хочется ни о чем вообще разговаривать. Хочется просто наслаждаться. Мы сегодня с Сонечкой пошли на рынок. Цены, я вам скажу, да, те еще. Я не знаю, с чем это связано, но буквально еще какой-то там недавно я делала обзор на овощи. И овощи, те же самые огурчики, стоили 70 рублей. А сейчас вообще все вернулось на круги своя. Цена стала такая же, как была, в принципе, ранней весной. Не знаю, с чем это связано. Рыбка, ты так на помидоры накинуть, вкусные, да? Рыбку кушай, рыбка вкусная тоже. Только не спеши аккуратно. Голову оторву. Я голову не стала отрывать. Ну, так красивее просто с головами. Ради эстетики, так сказать, на тарелке, чтобы было красиво. Да. Давайте я тоже оторву. А сама? Чтобы тебе удобнее кушать было, ты не мешала, чтобы она головает. Я мешал. Ой, Костя. Аккуратнее, доченька. Кослявая рыба. Да. Прям ручками аккуратно бери. Ручка. Ну и напишут нам, что мы не имеем кушать рыбку. Да. Ну. Это вкусно. Обалденно. Наконец-то вот. Она радость, да? В мелочах. Вкуснейшая. Можно было даже, я ее 15 минут готовила, даже можно и меньше, я думаю. Совершенно спокойно. Не, ну косточки есть, но они прям такие незначительно, совсем маленькие. Аккуратно. Сонечка. Тебе хочет, да? Вроде бы вкуснее в косточке. Аккуратно. Соня по овощам вкусные огурчики, да? Вот на рынке все-таки вкуснее. В прошлый раз мы купили пятерочка, нам прям огурцы невозможно было кушать. Они настолько кислые были, я не знаю, что с ней. Не так. А эти прям вкусненькие. Кушай помидорчик просто. Давай рыбку-то, что не кушаешь. Лисов кушай, Сонечка. Или у тебя аппетита нет? Жара. Если честно, я тоже, мы вот сидим. Я как вареная просто. Я думаю, сейчас во многих городах России такая же погода. Вроде бы праздничный мук-банк. А как-то даже и разговаривать не хочется. Сейчас бы куда-нибудь на природу окунуться в реку. Кстати, уже купальный сезон-то у нас в России открыт. Конечно, где южнее, уже, наверное, народ купается во всем. Да? Не спеши прям аккуратненько, Сонечка. Да. Я вот не помню, чтобы в Дорадо косочки были. Наверное, профессиональные повара, когда готовят эту рыбу, они, естественно, слышала, такое техника, перерезают кости рыбе. В итоге вот эти мелкие косточки на мангале, они просто сгорают на большом огне. Но мы так. Еще те кулинары, да, дочь? Угу. Угу. Мы, друзья, всех-всех хотим поблагодарить, кто подписался на нас, кто нас постоянно поддерживает. Вы сами знаете, ну, на самом деле, все вот эти вот лайки, все ваши комментарии, они очень сильно помогают нам в продвижении. Более того, что в продвижении, даже просто на эмоциональном уровне, когда открываешь, читаешь классные комментарии, настолько настроение повышается. Иногда особенно даже, когда хмурая погода на улице, там ничего не хочется. А если еще с работы пришла уставшая? Да. Ходи сюда. А с работы придешь уставшая? Перевернуть тебе эту рыбку ручками будешь? Да. Давай. А вот у тебя, смотри. Слушай, ты аккуратненько только. Ну, давайте вот так вот прям. Оп. Максимум. Аккуратненько только, Сонечка. Ты это... Косточки следи, чтобы не попались тебе. Ладно? Угу. Придешь с работы уставшая, вообще ничего не хочется. Ну, я думаю, многие меня поймут. Погода ненастная, когда особенно все это осеннее. Хондра, нехватка витаминов, нехватка солнца элементарного. А тут откроешь. А тебе твои любимые зрители написали, да, допустим. Что-то приятное, что-то хорошее в комментариях. И все. Жизнь уже заиграла в розовых красках. Настроение супер. Хочется творить. Хочется что-то делать. Плажки. Плажки. Человечески, я могу сказать, я так же, как и все, устаю. Бывает всякое. Но... Я умею радоваться простым человеческим вещам. Даже смайлик иногда в комментариях вашим может поднять настроение. А я полнуюсь серьезно. Наверное, печально и страшно, когда люди не умеют радоваться. к простым вещам. Не умеют шутить. Не имеют чувства юмора. Это... Ну... Все, конечно, понимаю. Сейчас не самая простая жизнь у всех. Но... Тем не менее, мы нашу жизнь делаем сами. Она состоит из мелочей. И... Что у нас будет завтра? Зависит все только от нас самих. Поэтому так. Это мое личное мнение. Я думаю, многие с ним не согласятся. Многие, наоборот, меня поддержат. Скажут, что так оно и есть. Давай, кушай. Мочит сидит. Кушай. Вкусняка такая. Кушал? С этой жарой вообще не знаешь, что готовить. Идеальное блюдо, наверное, окрошка. Сейчас. Но окрошку не будешь кушать на завтрак, на обед и на ужин? Можешь огурчик-то? Да. Держи. Что ж ты? Ой. Вот ничего не хочется, правда. Риску, конечно, приготовила. Но... Гарнир. Соньку он даже рису не притронулся. Не хочешь, да, Сонь? А рис вкусненький. С маслом сливочным. Я ем, мама... Кушаешь? Ну, смотри. Так жарко, даже кушать не хочется. Ешь, и еще жарче становится. Да. Я, кстати, наверное, очень скоро хочу провести прямые эфиры. На Яндекс, если я не ошибаюсь, по-моему, мне еще прямые эфиры недоступны. Ну, все, мама, как всегда, поросенок. На Яндексе мне прямые эфиры пока еще недоступны. Если не ошибаюсь, по-моему, там 5000 подписчиков должно быть для доступа к эфирам. А вот, что касается Ютьюба, то там уже, да, у меня после 1000 подписчиков... Ну, сложнее набрать на Ютьюбе, на самом деле. Поэтому у них там после 1000 подписчиков... Даже там состав, по-моему, можно вести, но не все функции доступны. А после 1000 можно хоть все, что угодно. Все функции полноценные, функционал, там, этих стримов доступен. Поэтому уже очень много приходило комментариев. Девчонки хотели бы с вами пообщаться в стриме наших зрителей. Ну, вот я думаю, нужно будет как-то вечерком собраться нам. Ну, естественно, наверное, напишу заранее. Наш проводный дебют, надеюсь, он будет не провальный. Я сегодня пробовала, скачала программу специальную для стримов на телефон. Потому что у меня ноутбук, я не знаю, я не уверена, что у меня там камера хорошая. Ноутбук у меня не очень новый, так сказать. С веб-камерой, я не знаю, я там не разбиралась, я с ней никогда... Ну, в принципе, общалась я в скайпе по этой веб-камере. Ну, настолько это давно было. Может быть, там качества вообще никакое. Все-таки хочется, чтобы качество было лучше, потому что, ну, когда будет хороший качество, соответственно, и мне будет удобнее все это. Общение с вами будет более приятно, и вам будет более комфортно нас с Сонечкой наблюдать. Потому что я по себе знаю, что, ну, неприятно, когда плохая картинка. Хочется все-таки удобства какого-то, да? Она тебе еще будет большие два, а это мне еще один, да? Поделили. Вот и съели. Красота. Ой, мама, мама, я сегодня что-то вообще от жары. Ой, вся расплавилась, сижу, кушаю. Что зря говорю, как будто вообще, не знаю. Картошку сегодня сажала. Да? Ну, правда, я что-то вообще сижу. И состояние просто... Хотя сегодня вообще... День лентяя. Ну, вот что мы? Мы сходили сегодня, купили рыбу. Ну, на рынок. Купили огурцов, помидоров. У, на машине. На машине, Соня. Вчера я выкладывала, когда-то выкладывала видео. Соня на детской площадке, там, на машине катается. Да. И вот Соня, ну, хоть мам, пойдем? Я вот, ну, пойдем. Пойдем, покатаешься. Ну, давайте ребенку. И в домик я у вас. И в домик я у вас. Да. Ой, дочь. Сил нету. Никаких. Да? Все-таки, как мы ждали эту жару. Да? Да. Лето. Рару-то не ждали, лето ждали. Тепло. А теперь из крайности в крайность. Теперь мы сегодня с мужем посмотрели прогноз на сегодня. Ночью в 9 часов будет риск воградаться еще. Надеюсь, яндекс ошибся. Не очень мне хочется. Такую жару. То есть, гипотетически, даже за ночь не остынет квартира. Просто вообще. Я вот разговариваю, я не разговариваю. Реально, все платье мокрое. Сижу, все платье мокрое, жарко. Да, у меня тоже. Хотя духовка уже остыла. После наших кулинарных шедевров с Сонькой. Да. Как же это вкусно. Прям вот. Можно сказать, подарок удался. Спасибо огромное. Шикарно. Ну, очень вкусно. Ну, я, конечно, тоже постаралась. Да. Мама еще кулинар еще тот. Да. Ну, скажу так. Вкусную рыбу. Она свежая, когда она свежайшая. Ее ничем не испортить. И не нужно быть супер каким-то кулинаром. Достаточно просто посолить даже. И все. И рыбка вкуснейшая готова, потому что она свежая. Ой, морка, не могу. Немножко водички. Представляете, я налила воды себе холодной из холодильника. Она прям вот зубы сводила. Вот пока я с вами общаюсь, 20 минут я смотрю видео, да. У меня вода уже согрела. Представляете, какая жара вообще. Ну что, друзья. Дай мне полотенчик, Сонечка, пожалуйста. Вытру ручки. Спасибо, доченька. Салфетки уже не справляются. Руки от рыбы липки. Нужно будет, конечно, сейчас помыть. А мы с Соней хотим сказать всем-всем вам огромное спасибо за помощь. Потому что если бы не вы, нашего канала бы не было. Если бы не вы, наши зрители, мы бы, наверное, уже давно сдались. Потому что много и хейта было. Поначалу я как бы обращала на это внимание, расстраивалась. Но сейчас я понимаю, что все, что не делать, все к лучшему. Весь хейт нас только закалил. То есть мы, в принципе, сейчас вполне счастливы. Наслаждаемся от того, что мы делаем. Наслаждаемся тем, что у нас самые лучшие зрители на нашем канале. Позитивных людей, добрых. Очень много. Спасибо вам всем за то, что подписались. Я смотрю, как вы нам помогаете активно. Многие прям вот каждый день, каждое видео не только лайкают. Пишут комментарии. То есть тоже огромная вам благодарность за это. За поддержку, за вашу. Когда что-то не то, что-то там начинают люди негативить на моем канале. Я вижу, как мои зрители нам помогают и дают достойный отпор подобным людям, которые случайно, так сказать, попали на канал. Потому что, ну, если человеку не нравится, автор не нравится, то, что автор преподносит, снимает видео какие. Ну, это значит, случайные люди. То есть, потому что, ну, не будет человек просто так. Все, я считаю, мои зрители, кто подписались и кто смотрит нас, они сознательно подписались. И сознательно, естественно, пишут комментарии и поддерживают нас не просто так. Да, это время уже. Действительно чувствуется ваша поддержка, как будто вот одна большая семья. Всех-всем огромная благодарность, друзья. Правда, всех-всех. Все, кто присылает нам подарки, отдельная благодарность вам. Огромное вам спасибо. Нашему зрителю, который нас сегодня порадовал вот таким мукбанком вкусным, тоже отдельное спасибо. Огромное вам спасибо. За то, что вы предложили снять нам мукбанк с вкусной какой-нибудь рыбой. Огромное спасибо. И за подарок, естественно. Не просто предложили, но сделали подарок нам вот такой, в качестве такой вкуснятины. Устроили нам праздник живота, ну и позволили нам также отметить небольшой наш праздник с обществом. Ну, на сегодня все. Надеюсь, друзья, очень скоро мы выйдем с вами в эфир и сможем получить возможность пообщаться. Я не знаю, если честно, я ни разу этого не делала. Но... И танцуют. Надеюсь, у нас получится. И танцуют. И танцуют. Соня даже танцует. Да, Сонечка? Да. Да. Так что я надеюсь, будет весело, друзья. Ну, на сегодня все. Всем пока еще раз спасибо. Пока-пока. Целую вас. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.